Задачу привести наружную уличную рекламу к единым стандартам и очистить город от визуального мусора поставила перед регионами Министерство строительства России. Раньше ее выполнение тормозили долгие поиски хозяев самовольно установленных рекламных конструкций и дальнейшее судебное разбирательство. Затем федеральное законодательство упростило процедуру демонтажа самовольной рекламы. В результате у муниципалитетов появилась реальная возможность навести в этом вопросе порядок и убрать все незаконно установленные рекламные конструкции. Порядок установки рекламных конструкций и требования к содержанию информации в рекламных конструкциях урегулированы на федеральном уровне законом о рекламе. Соответственно, чтобы установить рекламную конструкцию, необходимо в первую очередь получить разрешение на ее установку. Некоторые конструкции у нас в городе установлены самовольно. Чтобы добраться до рекламного баннера по проспекту Ленина 30, больших усилий не понадобилось. Лестница, отвертка, шуруповерт. Несколько минут и баннер на земле. На сегодняшний день специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом выдано 45 предписаний на незаконную рекламную конструкцию. В случае, если добровольно не исполняется наше предписание, и мы, орган местного самоуправления, осуществляем демонтаж, то впоследствии владельцы рекламной конструкции будут нам возмещать денежные средства, потраченные нами, на осуществление демонтажа. Реды по выявлению незаконных рекламных конструкций будут постоянными. Для того, чтобы легально разместить рекламную конструкцию на территории города, ее владельцу необходимо обратиться в КУМИ. А если реклама располагается на многоквартирном доме, то в первую очередь необходимо получить согласие с собственников жилых и нежилых помещений, согласовать макеты рекламной конструкции и опять же получить разрешение.